Вся система нацелена на эффективную работу, чтобы компания совершала меньше вот этих вот дурных, тупых действий и, грубо говоря, следовало из точки А в точку Б по прямой, а не поязвились, так как это обычно происходит в компаниях, которые не понимают, как она должна работать, как должна устроена быть эта компания. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова с проектом «Бизнес Бустер» на нашем канале. У нас снова сегодня крутой кейс. У меня в гостях Денис Трояновский. Привет, Денис! Привет! Денис – совладелец компании «Трокот». Такая «Трокот». Эта компания – лидер в России точно, а может быть и мировой лидер, да, по производству чего? Солнцезащитных экранов для автомобилей. Солнцезащитных экранов для автомобилей. Вот эти волшебные штучки, которые крепятся на магниты, легко отстегиваются и которые очень удобно можно, если что, снять, если что, поставить, чтобы солнце не мешало автомобилистам. Денис, расскажи о своей компании. Сколько сотрудников, какой масштаб, вообще, какое сейчас у вас состояние компании? Ну, на данный момент в компании работает около 70 человек. Это приблизительные данные, потому что точно уже не сосчитать. Я имею в виду сосчитать можно точно, но это нужно смотреть уже в бумаге. Вот так примерно 70 человек. Вот. Сейчас мы работаем с несколькими странами в мире. Это Израиль. Достаточно хорошо там закрепились. Там у нас есть такой надежный партнер, который у нас поддерживает и зимой, и летом. В Америке сейчас появляются. Уже, точнее, есть один, который достаточно тоже хорошо работает. Но еще появляются дополнительно несколько человек. Индия. Там два человека есть. Здесь Арабские Эмираты появились относительно недавно. Европа. Это Литва, Германия. Насколько мне известно, Франция есть. Но там периодически заказаны. В общем, выходим на мир. Так, в целом, я не говорю про Россию, потому что это по умолчанию. Мы и так здесь захватили, грубо говоря, всю территорию за время существования компании. У вас на сайте в 2016 году было написано, что вы произвели 100 тысяч вот этих изделий фактически. А сейчас на сколько? Насколько увеличили производство? Да, на сколько увеличили. Вот так, по прикидкам, сколько? Я думаю, что где-то, может быть, в половину. Ну, то есть 100 было, а 150 тысяч. Я не скажу, что 200. У нас как раз-таки на данный момент такой переломный момент наступает вот именно в этом году. У нас очень много заказов, с которыми мы просто не можем справиться. У нас производство буксует. У нас образовалась очередь в месяц. Люди ждут свои заказы. И мы сейчас как раз-таки расширяемся. Именно производственную часть расширяем. У Дениса с партнером такой крутой бизнес. Действительно, читаешь историю компании. Это постоянный рост, 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 рост. Это очень воодушевляет. Постоянно захватываете новые рынки. И вот то, что ты сейчас говорил, то, что вы расширяетесь на мир, как раз вы в 2016 году все это планировали. Как раз вы тогда, по-моему, и заходили на программу Высоцкого, на систематизацию бизнеса. Ну да. Мы вообще как бы изначально, когда только начинали бизнес, уже как бы было понимание, что этот продукт должен продаваться во всем мире, не просто на России. Поэтому планы такие были. И, конечно, да, проект Высоцкого, он помог более здраво на это все взглянуть и более грамотно все это заправить. То есть сделать как бы правильные действия, чтобы вот эти вот наши желания превратились в реальность. Круто. Мы как раз для чего записываем эти видео. Мы рассказываем о том, как компания проходила преобразование от компании, которые... Ну все мы, как владельцы бизнеса, создаем компанию как-нибудь, где-то учимся, понятно, проходим какие-то тренинги, с кем-то консультируемся. В целом это получается такая мешанина из своих идей, додумок. Сами выстраиваем как-то интуитивно финансовую систему. Кто-то там финансовое планирование выстраивает, кто-то не выстраивает. Как-то бизнес-процессы делегирования. Все это все равно нужно делать. Но в итоге многие приходят к тому, что так вот, теперь нужно взять и построить систему. И вот интересно, как Вы к этому пришли? Как Вы пришли? Как вообще появилась идея, что нам нужна консалтинговая программа, которая стоит немалых денег, и во все это ввязаться? Как Вы дошли до такой жизни? Ну, дошел на самом деле очень просто. Это на самом деле постоянные поиски. То есть просто интуитивное чувство, что компания растет. И я понимаю, что если, допустим, раньше там 2, 5, там 10 человек, 15 человек, ими легко управлять. Потому что они вот у тебя на расстоянии вытянутой руки. Но когда появляются дополнительные ступени между тобой и сотрудником, то есть это дополнительные руководители, то здесь уже появляются некоторые проблемы. Проблемы в том, что ты ставишь определенную цель, и она, возможно, там как-то искажается руководителем, доносится не так до сотрудника, и это уже, соответственно, не то. Вот. Это такие как бы, это одно из. Ну и плюс дополнительно, опять же, с финансами тоже вопрос. Вроде бы как бы они как бы постоянно приходят, и надо правильно как-то их перенаправлять в компании, распределять, чтобы это все продолжало расти, продолжало развиваться. Сказать, что там с финансами было что-то не то, не могу, как бы более-менее там все правильно распределялось. В целом просто было ощущение этого роста, и какой-то страх, что скоро это вырастет до таких масштабов, что я просто не смогу этим управлять. Ну и, конечно же, страх потери и так далее, это, наверное, такой один из факторов, который двигал искать какие-то решения. Ну и плюс, конечно же, мы когда создали компанию, мы реально работали практически круглосуточно. Там буквально ты... Ну я, конечно, грубо, да, это круглосуточно. Понятно, что мы там спали ночью, но тем не менее, это была работа, с утра проснулся, там, позавтракал, и ты уже работаешь. Там, не выходя из дома, ты уже начинаешь работать. И так до 12, там, до часу ночи. Потом ложишься, и так бесконечно, без выходных, ты постоянно это делаешь, 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 оно, конечно, дает свои плоды, но это надоедает, в конце концов. И тоже понимаешь, что, блин, ну реально, когда вообще отдохнуть, когда там насладиться вообще тем, что ты сделал. И тоже приходит понимание, что нужно что-то с этим делать. Как-то это нужно организовать, как-то нужно систематизировать, чтобы было больше свободного времени. Собственно, на то, чтобы наслаждаться тем, что ты сделал. Вот, наверное, вот эти вот факторы двигали, искать какие-то решения. На проект я попал не сразу. Я, на самом деле, пробовал. Ну, наверное, как и многие бизнесмены, предприниматели, они ищут. Постоянно что-то ищут, натыкаются на какие-то курсы, тренинги. Реально очень много всякой ерунды, на самом деле. И тоже сколько было потрачено денег. И это все не давало никаких результатов. Ну, потому что, как правило, это вот просто уже по личному опыту. Люди хотят там, просят денег, там, допустим, 150, 200 тысяч, 300 тысяч. Заявляют, что они являются какими-то экспертами. Но по факту, когда ты начинаешь с ними работать, ты понимаешь, что, блин, что-то здесь не то. Что-то как-то это со мной не работает. Ну, и, конечно, разочаровываешься. И вот, наверное, даже хорошо, что я все-таки однажды нарвался на проект Высоцкого. Потому что, ну, наверное, если бы Высоцкий мне не помог, ну, наверное, я бы уже полностью разочаровался, что все, это полное фуфло. И нефиг даже к ним обращаться. Нужно как-то самому ковыряться в этом всем, разбираться и так далее. Ну, и как бы, вот, определенное время я потратил на поиски. Время, деньги, нервы и так далее. Но нашел, нашел, так сказать, свое счастье. Забыл спросить, а какой у вас сейчас оборот компании? Месячный или по году в среднем? Ну, вот, прошлый месяц был 15 миллионов. Это был, на самом деле, у нас рекордный месяц. У нас тогда еще как раз таки производство справлялось и был еще запас склада большой с зимы. И вот мы как раз таки, как выдали это все. То есть реально было, опять же, сформировалось очень большое количество заказов. Мы быстро это все отгрузили, плюс производство. Ну, а сейчас, конечно, в этом месяце будет меньше. Опять же, из-за того, что производство просто не справляется. Если мы до 10 миллионов дотянем, это будет круто. А так, вот, прошлый месяц было 15 миллионов. Это был рекордный доход за все время существования компании. Месячный, да? А за прошлый год? То есть если по году-то посмотреть, как у вас растет. За прошлый год, вот как раз таки прошлый год, он был ниже предыдущего. За прошлый год было 65 миллионов оборотка. Предыдущий год был 75 миллионов. На этот год как у вас? А на этот год мы планируем 115-120 миллионов. Давай пройдемся по программе. Вот что тебе дала программа? Какие инструменты в вашей компании сработали лучше всего? Ну, на мой взгляд, это финансовое планирование, статистики, стратегическое планирование. Потому что это реально такие три составляющие, наиважнейшие, наверное. Ну, статистики – это прям вообще бомба, на самом деле, потому что открывает глаза, на самом деле, на все процессы, которые происходят в бизнесе, ты их можешь оцифровать и увидеть. Вот это, на самом деле, тоже круто. Ну, финансовое планирование – это вообще отдельная тема, когда сотрудник понимает, что он ответственный за свою область, и ему нужно здесь тащить эту лямку, грубо говоря. И у него есть возможность взять деньги у компании, но нужно просто прийти и доказать, грубо говоря, что тебе эти деньги нужны, для чего они тебе понадобятся, и что это даст компании, и ты как бы без вопросов их получишь. Ну, если перевести на до-после, то есть до внедрения, наверное, финпланирования, то есть приходилось решать все самому? Ну, конечно, да. До внедрения ты просто как бы решаешь, просто сам, оно это нужно или это не нужно. То есть не было просто даже понимания у сотрудников, что он может за это как-то отвечать. Поэтому, получается, мне лично приходилось там в какие-то области вникать, влазить, просто смотреть, вот если здесь это нужно, я понимаю, что это нужно, соответственно, мы это там приобретаем и так далее. Если это не нужно, значит, не приобретаем. То есть сотрудники просто не имели возможности влиять на деятельность вот с помощью финансов. У меня такая аналогия как-то появилась, что без внедренной правильной системы финансового планирования, без делегирования этих решений, финансовых решений на сотрудников, да, вот этот собственник, он как будто, у него такой детский сад. То есть у него сотрудники как детишки, он там даже там на мороженое только выдает, а вот что-то более-менее серьезное, там штаны купить, уже все не, я буду сам думать, какие штаны там тебе. Ну, да, да, да. Ну, на самом деле, да, это было проблемой. У нас еще как бы в компании есть финансовый директор, и этот финансовый директор, он так повелось с самого начала с нами. С самого начала образования компании, и этот человек постоялось с финансами. И вот до внедрения финансового планирования на этом человеке вот висели все вот эти вот расходы. Это была ее головная боль. Чего, куда, как распределить, как бы, ну, реально, нагрузка была большая. А вот после финансового планирования реально стало легче. Это ее слова. Ну, это вам еще повезло, что у вас как-то сразу так получилось. Это не так часто бывает. Больших компаний. Не получилось что? Финансовый директор? Да. Нет, ну, я называю сейчас финансовый директор, это громко. Этот финансовый директор становился финансовым директором в процессе. Приходилось учиться, тоже какие-то курсы там и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, ответственность за деньги лежали на этом человеке. А вот инструмент статистики, который ты упомянул. Вообще, ну, статистики, да, что если кто-то не знаком с админтехнологиями, статистика – это график изменения какой-то величины, а величины не какой-то, а по сути продукта. То есть есть продукты у каждого сотрудника, у каждого отдела, у каждого отделения, то есть любого структурного подразделения компании есть продукты. И эти продукты нужно измерять и отображать в виде графика роста или графика падения, или там стагнации и так далее. Вот это и мы называем статистики. Более проще, наверное, я бы это назвал, это измеритель результата. То есть просто измеритель результата, как, не знаю, как датчик. Как датчик в машине, который показывает уровень топлива в баке, скорость движения автомобиля и так далее. То есть статистика именно это и есть. Управлять компанией без этих приборов, это все равно, что ехать на автомобиле без этих приборов. В конце концов, когда закончится бензин, и ты где-то встанешь. Или тебя могут остановить за то, что ты превысил скорость и так далее и тому подобное. Какие были проблемы до внедрения статистик по ощущениям, по воспоминаниям, как это было? Ну, ты просто не видишь. Я просто не видел реальности. Просто интуитивно ты чувствовать, пытаешься, как в этой области, как в этой области, кто что производит. Вот это прям реальная была боль, когда ты ощущаешь, что как будто бы кто-то недорабатывает, он как бы недогружен, и ты не можешь никак это увидеть. Ты не можешь это никак измерить. Ну, вот, конечно, с помощью правильных, грамотно составленных статистик это можно очень четко отслеживать, загруженность человека. Ну, и это опять же еще тоже, если они правильно настроены, эти статистики, они действительно показывают результат, и можно увидеть вовремя перегрузку человека. Соответственно, на этот пост добавить больше людей. Потому что, ну, короче, реально статистики это все. Я считаю, наверное, даже один из наиважнейших инструментов управления в компании. Да, получается, ты выстраиваешь оргсхему, прописываешь ценный конечный продукт, естественно, внедряешь это все правильно, передаешь сотрудникам и вешаешь на всю эту систему индикатора. Да. И тогда у тебя получается, ну, так если очень упрощенно, то такая вот рабочая система. Ну, да, можно и так сказать. Ну, этот весь процесс внедрения сколько у вас занял? Где-то порядка года? Ну, в общей сложности, да, это примерно было год. Как вы вообще решились на такое, вот, при том, что вы там с утра до ночи пахали, постоянно в оперативке, и вот это же достаточно большой труд в течение года систематично внедрять инструменты управления. Ну, да. Ну, на самом деле, я не знаю, опять же, откуда это, это, наверное, какие-то интуитивные были мои действия. Я всегда все пытался делегировать. То есть, если я осваиваю какую-то область, я понимаю, как производится здесь продукт, и я стараюсь передать другому человеку. То есть, я просто понимаю, как это делается, и я не люблю делать это одно и то же бесконечное количество раз. Поэтому я тут же это стараюсь передать. Ну, и так получилось, что до проекта я уже в какой-то степени не занимался оперативкой. То есть, я просто хватал какие-то вот задачи и там их делал. То есть, сказать, что это оперативка, нет, это скорее организационные какие-то моменты были. Потому что оперативкой реально я давно не занимаюсь. И поэтому у меня, грубо говоря, было время уделить проекту. Я думаю, если бы я был по уши в оперативке, это было бы сложнее сделать. Но все равно возможно, потому что проект занимает время, но не сказать, что он там прям все твое время занимает. Нет, как бы нормально, все равно с этим можно двигаться. Даже когда у человека есть оперативка. А вот ты упомянул стратегическое планирование, как инструмент, который для тебя был, для вашей компании был очень важен, дал результат. Можешь подробнее рассказать? Ну, здесь на самом-то деле, как бы, да, это стратегическое управление, оно всегда было в компании с самого начала. Только это стратегическое управление было вот просто из уст 200. Вот, ля-ля-ля, поговорили, там три человека собрались. Так, надо вот нам вот туда двигаться, надо делать вот это вот. Все, вот примерно вот план действий вот на ближайшее время вот такой. Все, все поняли, все двигаются. И как бы примерно там каждый что-то там свое делает. Просто с ростом компании, опять же, появляется больше людей, и по идее эту стратегию должны реализовывать больше людей. И чтобы вот ее правильно уже реализовывать, нужно правильно, соответственно, подходить к этому. Ставить какие-то цели, правильно это все прописывать, проводить стратегические сессии с руководителями, чтобы они составляли какие-то планы и уже потом действовали. Просто вот эти вот сессии стратегического планирования, если раньше это было просто там на словах поговорил, планов как таковых нет, написанных на бумаге. То есть и возможности нет просто измерять, как мы вообще двигаемся к достижению нашей цели. А когда появляются конкретные планы, ты прям четко видишь, что вот раз задача была выполнена, два задачи выполнены, ты смотришь, что было там, допустим, там 100 задач, осталось 50. Ты понимаешь, что ты на полпути уже приблизился к реализации этого плана. То есть, ну вот, я не знаю, я сейчас постоянно эту штуку применяю, она очень простая и действительно помогает видеть, как мы двигаемся к цели. У нас даже сейчас есть один стратегический план зависший, второй стратегический план наполовину выполнены по запуску нового продукта. И вот сейчас будет третий стратегический план по расширению, но я думаю, что мы его быстро очень сделаем, потому что это прям жизненно важная ситуация, вот в данном случае, чтобы продолжить рост. Это вот действительно сдерживающий фактор, это вот узкое место в производстве. И я думаю, сейчас мы как раз пропишем его, распланируем все грамотно и двинемся дальше. А насколько вот те технологии, которые дает Высоцкий, насколько они были применимы именно к вашей специфике? Ведь, ну, такая стандартная тема, бизнес это всегда продолжение его владельцев, это всегда уникальность. И к нам порой приходят ребята и говорят, ну, как вообще, вот как Вы можете, какая-то оргсхема, какая-то система управления стандартная, как она может быть применима вот именно к нашему уникальному бизнесу? Ну, на самом деле, у меня тоже были какие-то опасения по этому поводу перед проектом. Просто, когда ты не понимаешь, что это, зачем и как, ты просто вообще не знаешь, а поможет тебе это или нет. Ну, потом уже, когда в процессе, на проекте, я просто начал понимать, что это, в принципе, универсальная штука. Это можно сравнить, наверное, тоже, опять же, с автомобилем. То есть, это любая компания, по сути, это какой-то автомобиль. У него есть колеса, у него есть, там, руль, я не знаю, двери, там, крыша, сиденья, все это, в принципе, одно и то же. И любой, в принципе, бизнес, это та же самая машина, и у нее все органы управления, там, или еще что-то, там, оно все абсолютно такое же. И получается просто система вот эта, которая внедряется на проекте, она как основа, как, грубо говоря, чертеж, по которому можно правильно собрать этот автомобиль. Вот я, кстати, когда мы ездили в Нью-Йорк, это была последняя сессия уже, ну, стратегического как раз-таки планирования было в Нью-Йорке. Я там, ну, тоже вышел, у меня почему-то сложилась такая аналогия, что до проекта, грубо говоря, компанию можно было сравнить с самокатом. Там два колеса, вот мы там такие, на нем все кучей такой толпой едем. Это есть такие приколы в Китае, там они, на велосипеде, он едет, один китайский, у него куча груза, такая прям гора перевернутая на нем висит, и он как бы едет. Вот примерно такая же была компания, там, ты вот один там едешь, на тебе эта гора, все, херни, грубо говоря, и едем. А после проекта, точнее, еще было с самокатом, это когда ты едешь, и ты просто не видишь, потому что в этом самокате, грубо говоря, вот есть какая-то оболочка, как этот сарай такой на двух колесах, и ты не видишь, куда ты, по сути, едешь. Ты примерно понимаешь, потому что ты там смотришь через какую-то щель, куда мы там вообще едем, и примерно понимаешь, куда ты едешь, но точно нет вот этого ощущения. После проекта реально появилось понимание, что все, этого самоката двухколесного нет, появилась реально машина, у которой есть колеса, у которой есть приборная панель, нормальный руль, нормальное лобовое стекло, через которое все очень хорошо видно. Ну, реально, это просто реально схема, схема, по которой должен, в принципе, работать любой бизнес, и это успешная будет схема. То есть она, грубо говоря, универсальная. Вот интересно то, что ты, особенно ты сказал, что вы немножко там просели даже по обороту, да, после программы. Ну, это не из-за программы. Нет, это не из-за программы было, это, опять же, как потом мы уже узнали, когда ты уже разбираешься в статистиках, там есть такое состояние изобилие. Да. И вот когда есть это состояние, там нужно принимать определенные действия. И вот мы как раз-таки нарушили, сами того не зная, просто нарушили формулу, и из-за этого все пошло вниз. Не, это прям вниз, но реально мы просто шли ниже уровня. И буквально вот после того, как мы уже проект закончили, через, наверное, месяца 3-4, мы пригласили специалиста одного, и она просто помогла нам посмотреть на область в компании, опять же, с помощью статистик. То есть если бы не было этих статистик внедрено, мы бы этого просто не увидели. Да, ну вот, получается, с помощью вот этих вот инструментов мы посмотрели, она нам задала определенный вопрос, говорит, что вы сделали вот здесь, в это время, вот конкретно в это время, потому что в это время пошел спад. Да. Мы посидели, подумали, вспомнили, ах, вот оно, чудо, вот это мы сделали. Мы быстренько это все вернули назад, и после этого как-то чудесным образом просто молниеносный был отклик, вот буквально тут же, там, через неделю у нас реально начало сыпаться просто дофига заказов. Это не было связано напрямую вот с теми действиями, которые мы сделали. Мы еще сделали определенные действия, но оно все получилось вот вкупе вот в одно и то же время. И это дало колоссальный рост. Мы зимой вот это отработали так, как не работали летом. Летом у нас как бы такой продукт сезонный, как принято считать. Да, и рост. Да, весна, лето, вот, а как бы осень-зима не очень. Но, тем не менее, вот в этом году мы зимой просто стрельнули круче, чем летом. По сути, когда ты создаешь бизнес и создаешь его, как-то вот, говоришь, вот этот самокат, и как-то там вот тут уже, у тебя уже там, наверное, там болит, но ты уже как-то привык, да? Ты уже как-то вот ноги уже вот такие, там, супер прокачанные, а руки там, наоборот, там, как спичка. Ну, тебе как-то уже так нормально, ты там лбом упираешься, вот эта руль там, наверное, еще при этом, да? Привычно. Как-то вот как-то едешь, и вот это вроде привычно. И когда ты начинаешь перестраивать, это, наверное, какая-то такая определенная ломка. Что-то, конечно, какие-то действия были очень успешные, и они остались просто. Какие-то ты понимаешь, что вот это надо там так, если это самокат, ну, а нам нужна машина, нам нужны какие-то, в общем, мосты, там, нужно как-то там, в общем, все это по-другому делать. И вот, по сути, то, что ты получаешь после внедрения инструментов управления, это ты перестраиваешь весь бизнес. Он, может быть, до этого тоже как-то рос, то есть вы на этом, вы уже росли на этом самокате, вы очень разгонялись постоянно, да? Да, да, да. Но при этом у тебя вот год перестройки, наладки, а потом ты уже понимаешь, что вот теперь ты можешь совершенно спокойно на этом… Продолжать рост. Да, продолжать рост, но теперь уже совершенно на другом уровне. Да. Да, это интересно. Да, это интересно, я не знаю, по поводу вот опасений, может быть, у меня просто эти тоже были опасения, вот как эта все перестройка скажется на людям. И, конечно, да, были определенные проблемы, не каждый человек в компании хотел что-то менять, это, наверное, было и к лучшему, то, что произошло, потому что буквально там несколько человек, они просто уволились. Вот как только было объявлено о том, что мы заходим на проект, так и так, и вот они как бы уволились. А остальные некоторые люди проявили себя, опять же, были с ними заключены определенные договоренности, и они очень быстро их нарушили. То есть до проекта этого было не видно. Человек что-то делает, делает, работает, ладно. А вот как только началось вот это вот все шевеление, просто вот, можно это сравнить или на болотце такое, да, вот оно все там тихонечко себе живет, и все как бы вроде спокойно. Но когда ты начинаешь его шевелить, там начинают прыгать эти лягушки во все стороны, и ты начинаешь видеть, ах ты ни хрена себе, это вот ты тут сидел, паскудник такой. И, конечно, этот паскудник быстренько упрыгивает, ускакивает, и вот они начинают вроде в разные стороны бежать. Но это на самом деле, кого-то это может испугать, но на самом деле это к лучшему, потому что вот когда происходит это шевеление, реально убегают непродуктивные люди, которые не хотят ничего менять, которые замаскировались в компании, ну, грубо говоря, сидят, что-то делают. Возможно, создают видимость, что они что-то делают, но по сути продуктивности у них очень мало. И они просто сидят. И когда приходит время расставить все точки над «и» и посмотреть на каждого, как есть, вот как раз-таки эти ребята бегут первее всех. Потому что они понимают, что сейчас запахнет жареным. Реально. И сначала как бы, ну, как-то было даже немножко неприятно, что, блин, ну, чё вы, чё вы бежите-то, ничего такого нет, всё нормально. Ну, а потом это понимание приходит, почему всё-таки такое произошло. Вот. Ну, и как бы, я не скажу, что это плохо, это даже к лучшему реально. Потому что вот эти люди ушли, на их место пришли другие люди, более продуктивные, которые хотели этих изменений, хотели этого роста. Ну, и, соответственно, те люди, которые остались в компании, работают, продолжают, они реально были продуктивны. Как до, так и после. Только после это стало очень очевидно, после внедрения всех этих инструментов. Вот как бы так. Поэтому страх вот этого потери людей, я считаю, это ложная вещь. И лучше пусть они уйдут сразу. Компания станет легче без них, чем с ними. Потому что это, на самом деле, какой-то груз своего рода. Этот человек несёт реальную нагрузку для компании. Если он непродуктивен, то это скрытая, реально скрытая угроза. Поэтому лучше их пошевелить и выгнать. Давай поговорим о роли консультанта. Насколько он помогал, какова была его роль? Его роль, я считаю, достаточно большая вот в этом всём. Потому что он направляет, то есть возвращает тебя. Потому что, ну, реально, приходится делать очень много работы. Собственными руками. Всё это перестраивать, проводить собрания. Собирать всю компанию, готовиться. Это тоже немалый труд. И возникают сложности. То есть возникают какие-то заторы. То есть ты не понимаешь чего-то там. Ну, как бы, это просто, когда ты разбираешься. Но всё равно, в процессе ты учишься и чего-то не усвоил, что-то не понял. И ты начинаешь злиться. Всё, нахрен мне это надо, хочешь это всё бросить. Ну и, как бы, консультант тут же. Как дела? Так, пошло на всё. Нахрен, блин, эти все ваши тра-та-та. И она тебя выслушивает всё это. Высказался, вылил нахрен весь гнев этот на консультанта. Выдохнул. Понял, что надо продолжать. И всё, ты идёшь дальше. Ну, понятно, что я задаёшь вопросы консультанту. А как? А я не знаю, как это. А у меня вот здесь не так. А вот мне кажется, вот это не получится. Или ещё что-то. Консультант очень грамотно задаёт вопросы. И направляет твоё внимание потихонечку туда, куда надо. И ты потихонечку, всё прошло гладко. И ты уже потом ху, спасибо вам большое. Было ли какое-то недоверие? Вот Аргунов сегодня рассказывал, что он сначала так относился, как, ну, какая-то там, какой-то типа там, непомощник, непомощник. Ну, просто типа, знаешь, там, водички принеси. Ну, в общем, что-то ходит тут. Консультант? Да, да, да. Сначала было такое несколько пренебрежительное отношение. А потом, когда уже программа там набирала обороты, уже понял, что вот ценность. Было ли какое-то такое ощущение, что, ну, как бы, или, ну, вот, знаешь, ещё бывает такое, то, что владельцы сомневаются, что какой-то там консультант, он говорит, консультант, у него нет никакого опыта там в создании бизнеса, как он мне может вообще помочь? Я владелец, я вот такой весь. Ну, я не знаю, каким образом это всё выстроено в Высоцком, но, видимо, выстроено, потому что консультант, по сути, вот что я заметил, да, я задаю какой-то вопрос, мне консультант не отвечает прямо на этот вопрос. Она просто задаёт вопросы, мне задаёт вопросы, чтобы я сам додумался до вот этого решения. И, с одной стороны, для меня это как-то было тяжело, я думаю, блин, да что за хрень такая. Я задаю вопрос и не получаю ответ, а мне ещё задают в ответ кучу вопросов. Но потом я просто понимаю, что это как тренировка для мозгов, тебя качают, тебя просто прокачивают. Не чтобы ты приходил как к маме или к папе, а как это там, дёрнул за юбку тебе, вот на тебе вот это так вот, и ты побежал дальше. А здесь реально тебя просто учат поднимать эту штангу, которую ты никогда не поднимал, и додуматься. И это реально круче, хоть это и тяжелее, но в итоге это реально лучше. У меня возникает какая-то проблема. Раньше я там звонил консультанту, всё, стопе, я ничего уже там не врубаю, мне надо помощь, и всё, и я начинаю с ней общаться, и она меня за этими вопросами заворачивает, и я в итоге дохожу сам до этого. Потом я уже понимаю, что, примерно в конце программы, я уже даже не хочу звонить, потому что я уже понимаю, как мне самому нужно, как мне самому найти решение. Всё, я просто лезу в материалы, чик-чик посмотрел, там почитал, ещё раз прошёлся, всё мне всё стало понятно. Ну реально. А если бы этого не было, я бы просто по привычке бы дёргал, и дёргал, и дёргал, и дёргал, бесконечно вот это вот дёргание было бы. Ну и в конце, после программы, я думаю, мне бы опять же приходилось бы где-то дёргать, а уже некого дёргать. Тебе нужно самому плыть. Вот, поэтому вот здесь я считаю, это тоже правильно. Были ли у меня мысли о том, что консультант это как-то что-то такое там побочное? Нет, наверное, нет. Мне кажется, может быть, это ещё от консультанта зависит. Как он себя изначально сразу ставит, как он себя преподносит. У нас достаточно нормально, как бы я воспринял этого человека. А насколько было ценно то, что ты проходил эту программу с такими же владельцами бизнеса? Насколько это было полезно, не полезно? Ну, это как минимум люди примерно твоего образа мышления. Нет, понятно, они все разные. Реально все абсолютно разные люди, но они владельцы бизнеса, они его создали. И у них всё равно есть определённый тип мышления, которого там нет у большинства людей. И с ними легко общаться, реально. Вот все, кто были на проекте, все, со всеми было легко, комфортно, приятно общаться. Очень много информации узнаёшь от людей, как они вели какие-то там дела, что-то делали, какие ошибки допускали, какие-то решения они себе рассказывали. Ну, то есть это обмен опытом. А вот вы когда внедряли, вы сравнивали, как вот, я вот это внедрял, я вот это как-то опытом обменяю. Нет, ну, да, у нас же на каждой там сессии был вот этот вот рассказ. Каждый выходил и рассказывал, как прошло внедрение, какие там были сложности, какие были успехи, успешные действия какие-то свои там, кто-то рассказывал. То есть вот в таком формате это происходило. А так, конечно, тоже в процессе, там на перерывах, где-то мы перекидывались, да, кто что там как сделал. Ну, это было нечасто. В основном это вот все в процессе. Вначале приехали на сессию, все вышли там по очереди, рассказали, как это все происходило, успешные и неуспешные действия и погнали дальше. Наш подход, то, как мы внедряем инструменты управления, это всегда через владельцев. И к нам приходят владельцы, которые говорят, слушать, ребята, вы можете как-то решить за меня эту проблему? Вы можете там, ну, вы же консультанты, можете все вот сделать, как бы там, под ключ, чтобы я не парился. А еще лучше, еще есть такая есть идея, а как вот директора взять, чтобы он за меня вот это все решил? Можно взять такого вот какого-нибудь исполнительного директора? Где его найти? Где тут волшебный звери исполнительный директор, который все может за меня? Вот просто я раз, и как бы, и все решено. Мы объясняем, мы объясняем, что нет, ребята, это так не работает, объясняем, почему, что вот нужно внедрять самому. Ну, вот ты, как человек, который уже прошел эту программу, что можешь сказать, насколько адекватно то, что ты внедрял это все сам, насколько ты это прочувствовал, что это действительно нужно делать так? Ну, конечно, можно, я думаю, найти директора, который это все сделает за тебя. Можно. Но есть большая вероятность, что ты, как владелец, просто не сможешь контролировать потом этот бизнес. И в конце концов, этот директор станет владельцем этого бизнеса. Просто потому, что владелец, не знающий этой всей системы, не понимающий, каким образом это все работает, он просто как слепой. И я даже больше скажу, когда директор будет предпринимать какие-то действия в отношении бизнеса для владельца, который не разбирается в этом, это будет казаться вообще, что за бред? Куда мы вообще идем? Если он просто не владеет этими инструментами, это чье-то другое продолжение. Ну, реально. Это продолжение будет директора. Ну, и на самом деле нужно иметь определенную настойчивость. Я не думаю, что у каждого будет исполнительного директора такая настойчивость внедрить эти инструменты. Потому что это достаточно нелегкий труд все это сделать. Конечно, да, если сильно бить исполнительного директора плеткой, я думаю, он это сделает. Но все равно не будет понимания у владельца всего этого. Поэтому я считаю, что только руками владельца должно делать. Чисто лишь потому, что потом, кто бы там уже не был на должности исполнительного директора, владелец это сможет контролировать, он сможет понимать, что, к чему. и даже если произойдет какой-то сбой, все что угодно может произойти с любым человеком. Это не секрет. То владелец, он просто как запасное колесо выскочил быстренько. Любую абсолютно, грубо говоря, область может закрыть собой. Без каких-то там рисков для компании. А если же владелец этого не знает, то этой возможности просто нет. Там, не дай бог, этот директор исполнительный, что-нибудь с ним случилось, или я не знаю, он ушел куда-то там и так далее. Что? Кто это будет делать? Больше никто этого не знает, кроме этого человека. То есть вся технология, которая была внедрена, она, по сути, внедрена в его мозг, в его разум. И этот разум ушел. И владелец, получается, остался ни с чем. Поэтому я считаю, что вот эта технология, это должно внедряться только в разум владельца. А он уже там, конечно, может еще и дополнительно это внедрять в кого угодно. Но это будет, в первую очередь, его. Это безопасность. Поэтому только через владельца. Да, я понимаю, многие хотят на таком режиме лентяя. Ай, да что, блин, пускай это все там само. Нет, конечно, возможно, есть какие-то способы, как это можно сделать. Возможно, я не исключаю. Это, наверное, нужно быть просто инвестором, дать кому-то денег и пусть они там сами что хотят, то и делают. Но здесь немножко другая история. Это не инвестирование, это создание компании, в которую, возможно, кто-то будет инвестировать. Вот поэтому здесь, конечно, такой вариант не прокатит. Насчет инвестирования тоже, знаешь, интересно. Мы вот записывали интервью с Евгением Ларионовым, такой очень хороший товарищ, очень системный тоже. У него, он совладелец восьми компаний, например, это сеть кофеин, кофеин, до сети, там 54 кофейни, такой очень продвинутый. И он инвестирует, тоже системно инвестирует. То есть не все компании, которые он является владельцем, не все он создал. Но при этом именно за счет системности, за счет понимания, как создавать системные бизнесы, он может и отбирать компании для инвестирования. Потому что, ну, если ты, опять же, не разбираешься, какую должна быть компания, если ты не можешь понять, насколько адекватный владелец, тот главный владелец, куда ты инвестируешь, насколько адекватно у них система менеджмента, насколько адекватно финансовая система. Ну, ты инвестируешь еще в пустоту просто. Кота в мешке просто можешь взять. Кинул, но можешь на всякий случай с деньгами попрощаться. То есть это такое ультра-венчурное инвестирование. А когда ты разбираешься, то есть я вот думаю, что для тебя сейчас вообще не составит проблемы, если ты захочешь проинвестировать в какую-то компанию, провести там за день аудит и совершенно четко прикинуть, а какие риски или какие возможности. И может быть что-то там посоветовать, да? Уже так как грамотный инвестор, такой с, не знаю, умные деньги есть такое выражение. То есть когда ты эту систему освоил, то ты действительно можешь по-умному инвестировать и быть уже не просто инвестором, а ментором. Ты можешь сказать, так, ребята, вот вам вот это, вот это надо поправить там. И вот это там можно посмотреть, почитать. Да, интересно. Да, я думаю, что это можно сделать легко. Я, конечно, этого не делал, но я просто понимаю, что сейчас уже с этим определенным опытом смотришь на другие компании и ты понимаешь эти все проблемы, ты их просто видишь. Видишь, думаешь, ну это вообще детский сад. Здесь вот надо так и так. Но, тем не менее, кто-то этого не видит. Да, конечно, обладая этими знаниями, инвестор тоже получает большое преимущество. Не вложить свои деньги в яму, из которой потом их просто не будет возможности вернуть. Вот если так просуммировать, подрезюмировать, вот как бы ты сформулировал самое важное, что вы получили, что получила ваша компания после внедрения всех инструментов? Что вы получили? Прозрачность. Прозрачность, понимание, как должен вообще функционировать бизнес, лишились страха роста, что это сейчас вырастет и станет неподконтрольным тебе и непонятно, куда оно пойдет все. Если основное, то это вот это, реально. Прозрачность и понимание, как должно это все работать. Еще появилось, очень, очень много появилось понимания, то есть до проекта бизнес для меня было это что-то, не знаю, типа, как знаешь, вот яблоко. А после проекта ты понимаешь, что бизнес это не яблоко, это что-то более сложное. То есть ты начал видеть реально большую систему и очень четко понимаешь отклонение, что вот я знаю, что вот у меня сейчас вот в компании есть какое-то отклонение. То есть сказать, что все инструменты там внедрены, да, и все это очень идеально работает, нет, это не так. А это все работает на 60-70 процентов, но это работает, это гораздо лучше, чем вообще этого нет. И когда я, когда внедрил, внедрив это все, прошел это, то есть у меня есть в голове идеальная картина, да, как это должно быть. И у меня такой есть черта перфекционизм. И я не могу остановиться, если я вижу вот это вот несовершенство. Я постоянно пытаюсь это как-то улучшать, как-то это дорабатывать, но привести это к той идеальной картине, которая вот есть в голове. И эта идеальная картина сформировалась на проекте за счет этого проекта. То есть реально ты понимаешь, что вот это должно быть вот так, как вот швейцарские часы. Сейчас это работает, но не совсем как швейцарские часы, и ты постоянно что-то пытаешься доделать, 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 улучшить, улучшить, улучшить. И это реально дает какого-то даже драйва. То есть если раньше ты думал, ну вот вроде нормальная компания, вроде как-то растем, развиваемся. А здесь после проекта ты понимаешь, блин, да тут еще столько надо всего сделать, И ты понимаешь, что, блин, тебе надо реально еще очень много сил. Это на самом деле и дает вот это вот силы, когда ты начнешь осознавать, что есть еще куда совершенствовать компанию, есть еще какие места нужно улучшить. Опять же, улучшить не просто, чтобы это было красиво, а чтобы компания стала более эффективна. Вот чисто только ради этого это все и делать. И в принципе вся система, она нацелена на эффективную работу, реально эффективную работу компании. Чтобы компания совершала меньше вот этих вот дурных, тупых действий. И, грубо говоря, следовало из точки А в точку Б по прямой. Они поязвились, так как это обычно происходит в компаниях, которые не понимают вообще, как она должна работать, как должна устроена быть эта компания. Помнишь ценный конечный продукт своей компании? Ну так это же понятно. Какой чинаж? Ну не то чтобы какой чинаж, это солнцезащитные, как это у нас было, качественные солнцезащитные экраны, предоставленные клиенту в своевременный или в срок, что-то было вот такое. Да, я помню, мы долго работали над этой формулировкой, она была такая какая-то корявая, какая-то длинная, потом мы ее все пытались уменьшать. Может быть даже сейчас уже, вот сейчас, когда ты задал этот вопрос, процентный конечный продукт, я сейчас подумал, может быть надо уже пересмотреть, ну и более его как-то так переформулировать, чтобы он более гармонично звучал. Да, ну интересно слушать ценный конечный продукт разных компаний. У меня это всегда такой показатель. Приходишь в компанию с внедренными админтехнологиями и просто захочешь, сразу видишь, вот ценный конечный продукт, и сразу тебе становится понятно, чем компания занимается на самом деле. Да, очень круто. Что можешь посоветовать владельцам, которые вот сейчас там погрязают в оперативке, у которых бизнес непрозрачный, без статистики, вот этих всех наших непонятных слов, может быть кому-то. Что ты можешь сейчас посоветовать тем людям, которые хотят большего порядка, больше управляемости? Вот камера, можно к ним обратиться. Да, ну на самом деле просто хотелось бы сказать, что нужно отбросить все сомнения реально, которые есть, потому что это все ложные страхи. У меня они были реально, и когда ты через это проходишь, ты понимаешь, что, оказывается, бояться-то было и нечего. И я вот еще заметил такую тему, что когда тебе страшно, это как раз-таки говорит о том, что там что-то действительно есть интересное, и если ты пойдешь на этот страх, преодолеешь его, то ты реально получишь от этого удовольствие в конце. Ты понимаешь, что достигаешь цель, и вот этот страх, который тебя пугал, это просто какая-то была защита от того, чтобы ты не получил вот этот кайф, от этого удовольствия от того, что ты получишь. Поэтому отбросьте все свои страхи. Все, что не произойдет с вами на этом проекте, это действительно будет ценно. Для вас это будет в первую очередь бесценный опыт. Вы реально, как и я, подниметесь просто на другой уровень. Вы посмотрите на свой бизнес совершенно иначе, измените свое отношение к нему. И я даже думаю, что просто избавитесь от страха. Ну, я думаю, что у многих владельцев этот страх есть. Потерять компанию, непонятно, как ее управлять. Вы реально просто избавитесь от этого страха. Поэтому, если вы сейчас боитесь, прекращайте. Давайте вперед. Дидим, спасибо. Прямо одно из самых кайфовых интервью, которые я записывал. Спасибо. Такое радостно очень видеть такого светлого, искрящегося идеями владельца, который прям заряжен далеко вперед. И прям круто. Круто. Спасибо большое. Буду очень рад еще встретиться. Может быть, мы через год запишем еще одно интервью для нашего канала «Бизнес Бустер». Потому что сейчас мы будем таких отслеживать результаты. И будем чаще встречаться, чаще записывать. Очень интересно, что сделать еще через год. Я поразился, насколько точно вы реализовали свои планы, которые вы планировали в 16-м году. Я читал сегодня на вашем сайте, у вас до сих пор висит то, что вы планировали в 16-м году. Я думаю, что вам надо теперь написать, дойти и написать, что вот мы все это сделали и написать уже следующее. Это прям великолепно, когда ты видишь, что люди планировали, и они этого всего достигли. Это очень круто. Ну что ж, дорогие друзья, мы посмотрели с вами еще один кейс внедрения инструментов управления, системного управления компанией. Поставьте, пожалуйста, палец вверх или палец вниз, как вам, понравилось, не понравилось. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете, что еще хотите узнать. Может быть, вы хотите какие-то другие компании услышать, большего масштаба, меньшего масштаба. Мы стараемся делать совершенно разноплановые интервью, показывать разных владельцев с разными бизнесами, в разных нишах, чтобы вам было полезно. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Пишите, мы всегда рады вашей обратной связи, она очень ценная. И если вам интересно внедрить админ, если вам интересно двигаться в сторону систематизации, в описании есть полезные ссылки для вас обязательно. Заходите на наш блог, смотрите там тоже много полезных материалов. Смотрите другие интервью с другими владельцами, которые сделали свою компанию системными, прозрачными, управляемыми. И вот так же кайфуют от этого, как Денис. Счастливо! С вами проект Business Booster. Пока!